всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня мы с мамой решились опобаловать к 8 марта не купили себе красоту да сейчас вам покажем мама насмотрелась на меня решила что это же надо золотые бриллианты вообще мама ехала за огни за браслетом да нам хотел браслетик все купить но не оказалось размера и вот такие вот мама вот такие вот сережки это у нас что получается янтарь янтарь д.к. не д.к. недрагоценный камень калининград хотя в калининграде производства артикул но я вам артикул еще внизу в инфобоксе подпишу это вот такие вот сережки то есть мама взяла комплект с таким замочком такие зеленый такой очень красивым как переливается тоже такой вот и к ним мы сразу взяли вот такой вот колечко классно здесь тоже янтарь кольцо размер 18 и вот артикул но я подпишу еще внизу в инфобоксе старенькие сколько 18 лет мама подарила на 18 лет сколько им 40 40 40 43 года вообще янтарем считается не драгоценный камень ну да янтарь недрагоценный есть просто там и ну вот эти коллекции с янтарем у них есть из искусства ну типа под янтарь сделаны камушки как они пишут а это же видишь производство калининградской области даже до калининградскую область город калининград улица холмогорская дом 27 индивидуальный даже даже индивидуальный предприниматель дарвин дарвин вот так вот смотрится на маме мама сейчас прическа примялась шапкой да жалко там вся мокрая было вот вот такой вот и конечно очень симпатично особенно под эту кофточку колечко но это маникюр вот так вам сказал бы делать маникюр ты будешь я буду ей делать для маникюр вот так что вот такая красота очень хорошая поднеси вот так близко вот так да вот так очень симпатично а мне нравится то что он не граненые ну да он получается гладенький гладенький такой вот такой овальный ну вот вес колечко 385 грамма а вес сережек 564 по 2 грамма очень симпатично да и вот эта штучка не выпирает ну вот это которая вот бывает на такие длинные длинные что такая вот мама красота вот и кстати да там сейчас скидка проходит мы вот эти но я человек вам покажу в общем там берете на 5000 и платите 2 и все платим 2 да вот поэтому мы погуляли погуляли давай сейчас этот открою это наташа взяла себе до 5000 чтобы было там итальянская была серебро красивая на него синтак а какие там это голы до янтарный был дома красивые какие там красивые были зелененькие и такие прямо темно-темно красные такие прям как коричневый а это вот такие да я взяла все-таки сережки гвоздики так не они очень мне понравились потому что я до этого покупала вот такое кольцо вот такое оно обошлось мне где-то 890 рублей когда я его покупала я вам тоже на него артикул оставлю найду я думаю вот и к нему тогда на тот момент когда я его покупала не было сережек а сейчас появились вот такие гвоздики там еще есть такие висячие вот с такими же цветочками на мнение не понравились мне кажется когда большое такая душка у них вот такая вот была душка как она такой круглой дужкой но мне кажется когда большое такое объемное кольцо то сережки вот такой момент такая вот такой дужкой на оно большое было сейчас тоже одену покажу еще у нас нам дали ну там по промокоду подарочек маме кстати очень понравилась подвеска но это я как-то спрашивала у консультантов они говорят что это не серебро это бижутерия ну симпатично вот вот такая она просто камушек это подарочка и вот чек у нас получился видите мы заплатили 2 770 за три изделия то есть вот 300 получилось 300 у нас даже три изделия 3 140 скидка заплатили 2 700 получается колечко мамина с янтарем до 954 рубля получается того со скидкой до кольцо 954 рубля серьги мамины 1196 рублей и мои сережки 619 получается 50 рублей так что так что вы такие мы с мамой красотки и вот так вот выглядит сережки на мне кажется очень симпатично на лето да и не только вот вообще подбелая что-то кофточку какую-нибудь вот так вот с колечком мама говорит кстати что изделия очень хорошо выполнена вот обратная сторона очень аккуратненько маме очень не понравились то что все это очень гладкая хорошо обратную сторону то есть изделия качественные я просто маме рассказывала когда ехали что многие говорят что там некачественные изделия но мама говорит нет что очень даже не да там же мужчина выбирал там свои девушки да и вообще зеленый янтарь он кстати не так уж и часто можно встретить вот там желтый еще был красивый темно-коричневый такой вот так что так мы себя побаловали молодцы надо же 8 марта сегодня мама будет запекать грибы которые мы собирали с мамой когда грибную замораживали от мам их разморозила это отварные грибы здесь здесь у нас в основном эти сыроежки сыроежки вот эти я думаю козляки тут в общем все такое вот а шампиньоны может так сделать да это можно с любыми грибами но я это они у нас отварные вот и заморожены сейчас я их отморозил вообще уже называется подготовка закупки продуктов то есть подбираем из холодильника все что есть да я скоро в ленту поеду в общем принципе эти грибы они будут запекаться под соусом что мы делаем потом не отморожены сейчас буду жарить лучок можно с лука можно без лука там все равно почищу лучок чесночком вот у меня пожарился жарится лук вместе чесночком вот у меня чесночок положила грибы можно их обжаривать можно не обжаривать я люблю всегда вот лучок и вот это все обжарено она как бы более вкусно получается лук пропитывается грибами грибы пропитывается луком вот сейчас мы теперь будем делать соус а сам обыкновенный яйцо мука майонез майонеза нету сметаны нету сметаны водичка как всегда все что есть подбираем все из холодильника в этот раз у меня немного майонеза два яйца потому что чтобы все было залито сыр сыр натираем и в соус и положим туда и сверху посыпем вот ложка муки сейчас все это перемешаю это типа бешамы как я его называю но только упрощенную яйцу вот так вот чтобы не было комочков теперь добавляем сыра туда немножко это останется сверху уже по моему я показывала такой густоватый сейчас добавим водички потому что у нас тут можно молока водичка она схватит потому что там яйцо сыр у нас было все покрыто духовку уже включена вот разогревается 180 градусов куда на 10 нет на 15-20 минут и все потому что грибы они уже все готовы и обжарены для вкуса все выкладываем как бы гарнир для разнообразия когда много грибов нас это это самое потому что надо освобождать уже этот самый морозилку холодильник-морозилку вот видите вот он туда же лисичка все тут он колпак даже он колпачок маленький лисички все тут можно тут все вот и все вот это заливаем 15-20 минут можно поставить там нагреется вот так я его делаю чтобы он все пропитаны не пропитался как будто ну там вот сюда тоже сыр а потом сверху посыпем и все и вот такая вот будет потом это когда уже будет готова можно или за две-три минуты там потому что мы же оставляем там в духовке вот посыпать и она будет в горячей ду выключим выключилась и она будет доходить горячей и вот такое вот вкусное блюдо у нас получается можно поставить подольше чтобы здесь была корочка но мы решили оставить так вот она у нас еще постоит настоите в духовке как раз к ужину что вот такая вкуснятина очень ароматно вкусно грибочки самое то сейчас еще с мамой будем печь уже блины напишите отмечаете вы масло инсуле нет мы волей-неволей скажем так отмечаем потому что в воскресенье мы пекли с мамой вдвоем блины на садик моему младшему а сегодня мы печем блины в школу старшему ну и соответственно еще домой тоже то есть на завтрак блинчиков напечем так что вот ну и на сегодня я буду с вами прощаться и надеюсь вам такое видео было полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую и до новых встреч